Итак, друзья, наша кампания за несравненного Цезаря в Сия-Руси продолжается. В прошлом видео мы объединились с картофельным императором Сия-Беларуси и, так сказать, не допустили расширения НАТО на восток. Наша контрразведка сработала блестяще, и однако были и кое-какие осложнения. В частности, теперь нам приходится защищать сразу два дружественных нам режима. Когда мы проводили две этих кампании, мы планировали, что хотя бы как минимум одна из них будет успешной. И есть у меня стойкое предположение, что в ближайшее время Куба станет новой российской губернией. Итак, друзья, значительное превосходство в воздухе позволяет нам одержать уверенную победу. И очень хорошо, что мы успели накопить в стране аж целых 90 влияния. Стало быть, отныне мы снова братья по оружию, и будем вместе сражаться с неправильным империализмом. Наконец-то наши дивизии вновь прибыли в Мексику. В общем-то, нам с вами здесь даже воевать-то особо не требуется, главное всего лишь закрыть небо. А наши авиакрылья были автоматически переправлены в Мексику, вот это я понимаю сервис. Вернемся на линию фронта. Тут сложилась интересная ситуация, противник закрывает несколько провинций, и в то же время правый фланг абсолютно свободен. Подождите, это реально? Мехико будет взята без боя? Когда это мексиканцы превратились в французов? Так, мне что-то кажется, что наша бронетанковая дивизия не доедет. Походу, наши войска нашли один из тоннелей картеля и немножечко застряли в горах. Ладненько, с причинами пускай разбирается новоявленная служба внешней разведки. Мы пока что будем планировать наступление в Центральной Азии. Мексиканец все-таки успел отправить свою пехотную дивизию в Мехико, правда, вряд ли это ему поможет. После того, как наши мексиканцы закрыли любопытный котел, линия фронта просто посыпалась. А ведь изначально наше положение было куда более плачевным. Вообще, лично я считаю, что нам нужно помочь Мексике осуществить еще один прорыв, перемолоть парочку дивизий и наконец-таки избавиться от противостояния на этом театре боевых действий. В принципе, ближе к югу центральной части страны у мексиканцев наиболее плотная застройка городами. Прекрасно, что теперь эти территории принадлежат нам. Однако, тот час, когда Новая Мексика станет очередной российской губернией, еще не наступил. И могут пройти годы, прежде чем мы присоединием ее к нашей великой державе. Так, ну в общем-то, нам с вами здесь остается добить остатки мексиканской армии. Пару дивизий осталось в Юкатане, и в северной части страны расквартировано еще несколько боеспособных дивизий пограничников. Я вот думаю, друзья мои, мы с вами сейчас попробуем восстановить границы Российской империи, и, наверное, вплотную займемся экономикой. Я бы не сказал, что с ней все как-то прям совсем отвратительно, но можно сделать гораздо-гораздо лучше. Только у нас в последнее время на Ближнем Востоке прямо-таки спокойствие отхиждогладь. В Иране военные взяли власть в свои руки, да и заварушка в Афганистане наконец-то закончилась. Что ж, вызов принят сперва, мы предложим Абхазии и Южной Осетии вернуться в Лоно Империи. А затем Вольфович отправляется делать грязь в Центральную Азию. Мы начинаем масштабное наступление по всей ширине линии фронта. Попробуем осуществить прорыв к Узбекистану. До этого нам понадобилась всего лишь одна бронетанковая дивизия. И теперь нам остается лишь закрепиться на данном участке соприкосновения. По левому флангу получилось прямо-таки образцовое наступление. Теперь нашей бронетехнике остается лишь фестивалить по пустым-пустынным провинциям. Эх, возможно, с Козыл Орды начнется становление российского киберпанка, но это не точно. В общем-то, как вы сами можете лицезреть, сопротивление врага полностью сломлено. А Великий Царь уже вовсю планирует новые завоевания. Вообще, мне кажется, было бы неплохо, если бы Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану можно было выдвинуть какой-то ультиматум. Но пока мы с вами можем только прожать фокус на присоединение Рутейни. Кстати, у меня глюки или разработчики реально прокачали модель поведения таким вот маленьким странам. Как вы знаете, некоторые из них получили новые фокусы, и теперь мне кажется, что у них все стало гораздо лучше с экономикой. Германия вводит против нас эмбарго. Мне кажется, санкции начнут работать по России гораздо раньше, чем в реальной жизни. А ведь этот царь пока что только забавляется. Он еще не объявил даже о своем великом крестовом походе на запад. О, серьезно, мужчина в черных очачах пытается умаслить императора всея человечества. Эх, вот все было хорошо, но одно из наших финансовых учреждений решило сделать бум. Давайте не дадим этой лодочке утонуть, ведь она может потянуть за собой царя. Вообще, ребят, у меня план такой, наверное, до 2006 года попробуем с вами строить фабрики, а затем начнем плотную застройку офисами и сделаем эдакую корпоративную империю. Либо, если наши многоуважаемые западные партнеры захотят агрессировать, то, конечно, тут уже начнем застройку заводов. Но нашего оппонента явно на троне какой-то Петра Асян. Он предлагает инвестировать в их экономику. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, пахнет каким-то договорником. Собственно, план у нас такой. Давайте сначала захватим, а потом уже как-нибудь инвестируем. Так, у нас тут с вами две небольших проблемы. Кажется, что их вполне себе реально решить при помощи танков. Да, ребят, я немного поэкспериментировал, и с танками реально можно работать. Раньше вот чисто по моим каким-то впечатлениям им не хватало арги, а сейчас с этим все гораздо-гораздо лучше. И хотя, как по мне, механизация при поддержке артиллерии все еще по-прежнему рулит, танковые дивизии уже можно не раз формировать, ведь они вполне себе играбельные. Итак, мы с вами наконец-таки урегулировали вопрос с Таджикистаном, и в этом регионе нам с вами остается лишь совершить небольшой рывок на восток. Вообще, если что, я забираю страны только для того, чтобы у нас были красивые границы, и они принадлежали Российской империи. Однако сейчас, когда у большинства даже самых мелких стран есть свои собственные фокусы, конечно же, стоит лучше делать марионетки. Разумеется, если вы не перфекционисты, не сторонник красивых границ. Так, ну в общем-то, на объявление войны времени ушло гораздо больше, чем на ее захват. Собственно, план выполнен на начало 2004 года, а нам принадлежит большая часть Российской империи. А с Туркменистаном есть шанс стать братишками по фокусу. Но сперва давайте следовать плану и все же проведем референдум Приднестровья. Там, по всей видимости, уже случился киберпанк, потому что страна называется Республика Шериф. Ищешь место, где можно выгодно купить подписку на Xbox Game Pass и другие сервисы? Специально для тебя есть ребята из Xbox Store. Это магазин с демократичными ценами и отзывчивой администрацией. Именно здесь ты можешь приобрести подписки и игры на все актуальные консоли. А для ПК Бояр есть очень интересное предложение по покупке игр в Steam, пополнении кошелька, а также изменения региона, что в существующих реалиях очень даже актуально. Подписывайтесь на ребят во Вконтакте, следите за новостями и делайте выгодные покупки. Ссылочки, как обычно, в описании. Надо будет как-нибудь глянуть, что там у них по фокусам и, возможно, даже поиграть по этой ветке, потому что компания за Приднестровье мне прям очень понравилась. И да, если что, прохождение уже есть на канале, так что милости прошу. 15 февраля 2004 года нарисуем стрелочку в сторону Кишинева и ждем результатов референдума. Ненадолго переходим от дел к словам, ведь иногда перо бывает острее мяча. Ну и, собственно, присоединение Приднестровья явно не обрадовало незалежную. Шесть теперь уже наших приднестровских дивизий вынуждены держать круговую оборону. Удаются нам занять Одессу, однако мы вряд ли сможем удержать город. Не вовремя, конечно, Владимир Вольфович решил начать это наступление, поскольку приближается предвыборная гонка. Но наш Цезарь, конечно же, уверен, что сенаты граждане Рима изберут его на второй срок. Наша кампания под Донецком и Краматорском идет крайне успешно. К тому же в Финляндии начинается гражданская война. Будем надеяться, что мы успеем перебросить туда парочку дивизий и помочь нашим союзникам. Очень тяжелая ситуация складывается на Приднестровском фронте. Но хотя бы коалиция Вольфовича была переизбрана. Вообще, я, конечно, думаю, что коалицию уже было бы неплохо распускать. Но нам сейчас главное, чтобы наше общество было стабильным, поскольку ситуация на фронте по-прежнему остается довольно тяжелой. К сожалению, мы потеряли территории Приднестровья. Вместе с ним и огромные армейские склады, доверху набитые старым советским оружием. Однако у наших подразделений есть локальные успехи по левому флангу. И я думаю, что стоит развивать именно это направление. Очень много западной техники было обнаружено практически на всех участках соприкосновения с противником. Кое-где даже удается реализовать масштабные котлы. Несколько дивизий противника заехали в Туапсе, однако были оперативно ликвидированы. Российская империя несет большие потери, однако стремительно наступает. Скорее всего, если нам удается оперативно закрыть котел на севере, эта война перейдет в фазу логического завершения. Но не стоит, пожалуй, надеяться только на одно направление. Давайте попробуем прорваться Кадесием и закрепимся в регионе. Хорошими новостями также является то, что нам удалось освободить Приднестровье. Так, ну в общем-то теперь в дело идет банальное численное превосходство. Да, кстати говоря, у ДКБ-то теперь особо не существует, поэтому надо формировать новые союзы. Но у нас, в общем-то, по планам остается только Финляндия, Молдова и, возможно, Грузия. Ой, совсем забыл про Туркменистан, но вот он принимает соглашение на присоединение к России. Ну и такая цель, конечно, которая вот пока что недостижима, это был бы неплохо забрать себе Царьград. И хоть Турция более не в НАТО, пока что это практически недостижимая цель. Дело в том, что как только мы закончим это, пожалуй, самое масштабное противостояние в этой кампании, у нас с вами начнут массово гореть людские ресурсы. Надо, пожалуй, всеми правдами и неправдами продолжить прокачивать агентство. Эх, как сказал бы старина Тайкус из огня до полами. Но рывок Молдовии не кажется нам сейчас чем-то сложным. Думаю, одной хорошо оснащенной армии на нашу кампанию хватит. Знаете, что я хотел вас спросить? У меня там в шортах вышли тизеры для Мирака, Кубы и нескольких других стран. Поэтому хотел бы предложить вам написать в комментарии, что бы вы хотели видеть в новых прохождениях. Самые интересные варианты по традиции попадут во вкладку сообщества. Итак, с расширением империи на запад мы с вами пока что закончили. Хотя нет, пожалуй, у нас еще осталось одно дело. Со всеми этими нашими наполеоновскими планами мы совсем забыли про бедную Финляндию. А там на фронте наступила прямо какая-то стагнация. Без нашей помощи этот маленький переворот, возможно, будет обречен на провал. Ну и коль уж у нас с вами наступило относительно мирное время, давайте поможем финнам, а заодно и арестуем товарища Зюганова. Как говорится, ничего личного, просто возврат к истокам. Хотя, кстати говоря, мне кажется, Жириновский бы и не исключал возможность кооперации. Все-таки за годы работы политиком он по-разному высказывался о коммунизме. Короче, царь с советами это, в принципе, вполне реальный вариант для его работы политиком. Тем временем, наша с вами работа в Финляндии близится к своему логическому завершению. И, как и предполагалось, наша армия, имеющая реальный опыт боевых действий, скрыла их защиту просто как консервную банку. Так же, как и в случае с Мексикой, добиваем влияния и присоединяем к нам. Хотя, возможно, с Финляндией получится реализовать это посредством решений. О, у нас с вами появилась возможность создать военную базу в Ираке. Это деду надо, 100% международной напряженности, поэтому осторожничать смысла уже какого-либо нет. И ко мне вот что интересно, у нас тут сейчас тикает про российский переворот. И вот главный вопрос, можно ли будет заморянетить страну. А вон оно что, посредством следующего решения мы с вами можем получить претензии на новые территории. Да, сроки немалые, но что такое год в масштабах целой империи? Посмотрел сейчас заявки на покупку вооружения, и мне кажется, что наша страна стала крупнейшим экспортером. Вообще, вот если честно, нам с вами остается лишь вернуть золотой стандарт, и все у нас будет красиво. Империалистические свиньи лишались своих активов, а мы на их деньги попытаемся модернизировать флот. Одного союзника мы более-менее реанимировали, пришла пора реанимировать второго. Друзья мои, армия и флот наше все, только на них остается последняя надежда России. Ну и конечно же, на ваши лайки. По традиции, собираем косарик, и я тут же выпускаю новую серию. Спасибо всем, кто смотрел. Не забываем про наш ламповый дискорд, телеграм и вкладку сообщества. А у микрофона, как обычно, был я, Malvar Gaming, играйте только в хорошее. До новых встреч, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok